я дмитрий стоцкий игрок футбольного клуба краснодар это герой недели на телеканале кубань 24 я думаю что я честный наверное в принципе добрый мне кажется по спортивному мне кажется самый мой плюс я упертый очень я думаю вообще особо не поменялся начинают но если футбольную так говорим карьеру 19 лет но я не скажу что я не знаю там прям вообще там душа компании но и в то же время я всегда могу найти там какие-то слова там пообщаться там у меня всегда достаточно было там и друзей в командах и в коллективе себя чувствую уверенно всегда да и в командах и в студенческой школе выбиралась где-то я не знаю так человек 5 6 какой-то такой близкий грубо говоря по духу может сказать люди и принципе потом всегда там держались так как приходило и в балтике когда я играл потом и в уфе и в принципе до сих пор общаюсь там с теми ребятами с которыми я общался до этого ну так можно сказать что если я начинаю общаться с человеком я пытаюсь поддерживать связь дальше я родился в калининграде и все там себя считают что мы часть россии но есть какие-то свои нюансы там тоже что ты без загран паспорта ты не можешь грубо говоря выехать и и граница нет с россией там везде грубо говоря тебя окружает европа по русскому паспорту можно улететь только на самолетах в поезд и должен иметь загран паспорт чтобы поехать ну какие-то конечно отличия есть ну и сам город он выглядит немного больше как европейскому меркам чем россия это я думаю так там маленькие улочки эти оставшиеся там немецкие здания брусчатка но такого больше в россии нигде нет поэтому конечно чуть-чуть есть отличие но и каждый калининградец я так скажу так себя относят и к россии к европе чуть-чуть все детство я уходил если это были каникулы там и не надо было идти в школу там или еще не учился в школе я уходил там в семь-восемь утра просыпался и меня в 10 часов загоняли домой там как раньше ни телефонов не было там а морал дима дима ты где там если ты ушел в другой двор потом приходишь домой получаешь за то что ты ушел к а так я рос у меня два брата родных один плач меня на два года второй старший на 9 лет и принципе он так нас воспитывал так скажем что родители работали и брат ну все ответственно на себя и мы постоянно нас там брал куда-то там не знаю во двор там и из-за него там футбол начал играть старше я смотрел ли он играл футбол мне это очень понравилось и считаю так все сознательный там и молодость это я просто играл футбол у нас как все все команды в калининграде тренируются но летом по понятно на поле на большом поле и зимой то что нету там не манежи и не каких-то условий и когда холодно все группы ты на переводится как бы зал и в простые залы и там у меня всегда потому как там не знаю получалось хорошо в принципе первый опыт так скажем разуму с прям смене футболом но с таким серьезным это мой первый тренинг россии берегов у меня был какой-то знакомый мне было лет на 17 18 если не ошибаюсь и как у меня не было вариантов там каких-то продолжения карьер большом футболе мне предложила поехать в там на просмотр в динамо тогда еще санкт-петербург команда называлась играла в суперлиге россии ну достаточно такая серьезная команда я съездил на просмотр но мне там не понравилось там не условия не там так и там я познакомился с человеком там с агентом так скажем мини-футбольным прошло где-то год и в это получается у нас создали калининградская команда дэди попала в футзал вот именно не мини-футбол где ауты там ногами а где ауты руками кидали только больше там подкаты разрешены были и они попали в суперлигу россии по футзалу но меня пригласили играть зимой там мы стали третьими по моему в тот год да у меня даже есть корочка мастер спорта по футзалу и под конец сезона мне набрали и сказали приезжайте по в цска но как для тоже и было лет по моему 19 на было как-то уже ну вот на тот момент да я мог серьезно оказаться вообще мини-футболе и с большим футболом грубо говоря завязать так получилось что я поехал на просмотр это все понравилось в них как раз заканчивался сезон они мискать по через месяц будет новый сбор там приедешь пройдешь медобследование там в принципе уже по контракте все договорились и в тот же момент получается балтика тоже вышла меня потому что я играл за этот балтику молодежно там мы стали стал лучшим бомбардиром и кфк там и области в итоге как они узнали что у меня есть все контракт почти ну почти на руках принципе там все было решено на ней но предложили контракт в итоге изначально я кстати был там как сказать по сумму года но не в порядке но хороший я как раз таки первую россию играл там стал лучше бомбардиром наряду и не знаю вы нам тоже здесь играл у вас никита бурмистров мой земляк вот мы были одного года и занимались у двух тренеров которые всегда мы спорили школы наши первую россию играл в составе потом просто все подросли а я остался ну таким же маленьким щуплым и поэтому мне тяжело было физически бороться я очень много там сидел на заменах все там россии какие-то турниры там международы кому езжались я там выходил там не знаю в конце там потому что мне было физически тяжело играть но я так думаю пошло у меня но когда я чуть подрос и думаю что окреп и сразу же принципе мое мышление как что я мог с мечом сразу как-то выровнялась ларенда была в литве город клайпеда там очень похожий город на калининград там также по морю идет там из города также минут 20 можно добраться до моря и в принципе нам там было уютно первое время но мы там даже не год были мне еще повезло мы были там вдвоем с другом мы до сих пор с ним общаемся и мы как-то все это так слегка перебороли единственно что нам там деньги не платили в этом плане было очень тяжело потому что билет стоил до калининграда рублей 300 но у нас даже на них не было раньше не было ни карт что там родители могли переслать деньги там или что-то такое мы там не знают пипитались там непонятно как но было весело я думаю что это нас закалило обоих была одна история в литве в клопеде когда не знаю у нас на двоих но если не соврать но может рублей 100 она оставалась но на русские деньги это 10 по моему лид по моему тогда был помнит 10 рублей оставалось 100 рублей мы хотели кушать пошли взяли там там был магазин как-то назывался там все что-то по литу но ну что-то такое там мы купили пельмени за один вид на тур 10 рублей мы их сварили и у нас там был капитан то ли они стенка тоже русский парень но там литовец но русский как бы с корнями и он когда увидел моим русскому берет вы чего с ума сошли вы почитайте состав а там состав то на литовском мы не знаем говорит там бумага тесто с бумагой но мы их майонезом с кетчупом залили до съели уфа тоже есть могу сказать что это близко ко мне по-любому будет всегда останется команда которая дала мне очень много и возможно даже перейти сюда в этот клуб краснодар который уже считает ну я думаю что совсем на другом уровне находится без периода в уфе я бы ну и не кажется не стал кем я был но кем я остался как бы из балтики ушел там в первую но все на первую лигу с российской нас свыше лига тяжело странно то что совсем другие там уровень футболистов скоро здесь все и освещение даже того там атмосфера стадионов но всего это вообще другой уровень как бы я думаю что каждый футболист стремится попасть туда и как у меня появился шанс именно с уфой это это единственный у меня были какие-то наметки там еще в клубы но я думаю уже нет смысла там сожидать но уфа так грубо говоря как проявил интерес такой как бы я поехал никогда не жалею об этом первый матч с дебюта с динамо мы играли когда тогда были там у них состав там его льбу и на жирков там носит почти все звезды это скажем так динамо так было конечно ванительно и сразу чувствовала что чуть-чуть скорости другие поначалу я не успевал думать что мне надо делать принимаем мяч меня уже накрывает там тяжело поначалу потом все но ты получаешь какую-то уверенность я думаю что к темпу все она адаптируется сам футболистом когда у тебя при упражнении там в ограничении пространства там игра 1 2 и ты переключаешь на эти скорости не привыкаешь потихоньку первые вообще такие какие-то разговоры то не пошли не знаю года за два года я перешел в краснодар ну это все агенты мне говорили что есть какой-то там интерес там что-то за тебя спрашивают а ну конкретики не было никакой просто начали какие-то идти разговоры потом там прошел год там опять но и она так кто грубо говоря агент говорит что опять следят потом опять все это утихало как-то и так всплесками то появлялись то нет то там вроде один момент там вроде и хотели не договорились как я знаю не знаю я же там из первых уст это не знаю все этом получалось что и не только там от краснодара эти слухи слышал там еще клубы и постоянно не получалось я оставался в уфе там и я в один момент начал уже потом думать там это там и меня это помешало ну мешало играть там выиграть я потом сказал пока не будет каких-то конкретных предложений вот там бумага вот надо решать не надо со мной вообще общаться найти год назад в конце чемпионата за туров за пять все мне почти скажешь все почти решено ну как бы тебя не точно хотят и осталось договориться с клубом с уфой первую на на звонок это мне позвонил мой агент и сказал что есть там интерес со стороны краснодар ты как на это смотришь я конечно был доволен говорю конечно давайте там решайте вопросы по контракту по там но главное было что со мной проблем не было договориться проблема все составляла чтобы с уфой договорились там по деньгам ну за сколько они там готовы меня отпустить получилось что я последний тур еще и пропускал после рубина и не подошел что магазинов и сказал что все это все мои договорились там ты будешь следующий год типо одно игроком другого клуба и все потом прошел не знаю там день-два мне позвонили владимир леонидович хашик и там сказал ну там представился так так мы поговорили он говорит там все типа и я помню на следующий день я прилетел сюда когда я переходил в краснодар я уже был и состоявшийся футболисты я думаю мне лет уже было немало 28 и так что но я был уверен как ты меня в принципе знали тут половину наверное ну как бы хотя бы в лицо то что мы много игрок против друга проводили скажу что в краснодаре очень легко вообще вошел в коллектив не не было никаких проблем привыкал есть потому что совсем разный футбол пропагандирует там уфа и краснодар и я думаю что в такой футбол как краснодар очень мало кто играет у нас в россии ты поэтому конечно было поначалу тяжело там просто так там не выбежь мяч как это можно было раньше сделать ну не знаю полгода точно требовалось там еще повлияло что там были проблемы со здоровьем там это тоже мне немного напрягало там сейчас тут все это решилось и я думаю что дальше будет только лучше бывало там когда тебе в квадрат попадаешь а тебя начинают кружить что не понимаешь где ты не успеваешь смотреть ну понятно что здесь немного футболисты другого уровня и как бы все быстрее и в квадратах там обычно я если в уфе туда не заходить здесь поначалу не выходил с романом шишкин получу что когда я приехал в том году нас поселили вместе получилось так что мы начали общаться у нас там все в итоге у нас и жены уже друг друга знают и там дети друг друга этому нас время там шиша у меня дочка все время дешевле решишь игру для тебя это дядя рома она не шиша шиша также у нее дети меня говорят там стоц но как-то не знаем это быстро нашли общий язык и общаемся когда я только перешел в команду и ты мой случилась первая встреча когда мы уже увидели здесь на базе когда-то мне на сказка сказал там ну ты же когда-то там играл в балтике там левого защитника но это для меня было так немного я думали только там про уфу можно они знали ну все пригодится но все про меня любой тренер отличается от любого тренера это я могу точно сказать то что нету такого у кого-то сильно какое-то свое видение одного момента и всей игры в целом и поэтому тяжело сравнивать вообще мне кажется их работа там вообще с любим с кем что его отличает но не знаю это мне кажется что он очень хочет развиваться самый развивать команду я думаю что причем еще молодой как бы специалисты я думаю что у него еще все впереди но даже в этом возрасте дает и результаты и держит команду и пытается там принести свои там видения футбола я думаю что все нравится работать не у нас все нормально но все но все знаем что тренер это тренер это там он не должен быть нам другом там или кем-то ну как если тебе надо какой-то совет или спокойно можешь пообщаться на любые темы но нет не отходит от этого в то же время когда где-то надо там нас приструнить там ли что-то так он может и это сделать поэтому но я думаю что это ему только в плюс идет моей истории это точно не будет заниматься что это первое какое-то там достижение моей карьеры там мы заработали медали это будет первая медаль в моем профессиональном спорте так что для меня это сто процентов будет знаковый сезон и я первый раз в жизни играл в лиги европы и первый раз там дебютировал за сборной для меня переход и сезон будет такой как то не знаю может может он будет вообще лучше моей жизни я не знаю это загадывать на данный момент это стопроцентно так и есть